Новости в эфире в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Начнем с некоторых тем этого выпуска. Завтра стартует большая конференция на тему промысла в Арктике. Руководитель Федерального агентства по рыболовству уже у нас. Островок стабильности. Взаимодействие в Баренцевом регионе обсудили на полях Арктического форума. Сегодня оглашен приговор по громкому делу о Соловецких причалах. Кто и какие сроки получил. Реконструкция насосных станций и кольцевого водопровода. РВК-центр сегодня рассказал о своих планах. И уже меньше месяца до главного праздника Дня Победы. Узнаем, как северодвинцы готовятся встать в ряды бессмертного полка. В октябрьском суде Архангельска сегодня оглашен приговор по громкому делу о Соловецких причалах. По версии гособвинения экс-директора Соловецкого МФЦ Михаил Магит получил взятку 3,5 миллиона рублей от акционера Архангельского речного порта Константина Кузнецова. За это Магит закрыл причалы Хитай, Тамарин и таким образом обеспечил монополию Архречпорту по приемке судов на Соловках. В результате Кузнецов и Магит признаны виновными, однако размер взятки суд оценил в 600 тысяч рублей. Суд частично согласился с позицией государственного обвинения. Действия Магита и Кузнецова переквалифицированы. Кузнецова на часть 4 статьи 291, Магита на часть 1 статьи 290. За совершение преступления виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Срок 7 лет 6 месяцев для Михаила Магита, которому также запрещено занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет. Срок лишения свободы для Константина Кузнецова 5 лет. Также осужденные должны будут выплатить штраф 6,9 миллионов рублей соответственно. А теперь вернемся к главной теме последних двух дней. Разговор о климате, телемедицине и авиации. Взаимодействие в Баренцевом евроарктическом регионе обсудили на полях форума в Санкт-Петербурге. В дискуссии приняли участие руководители регионов приграничного сотрудничества России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Уникальное сотрудничество в уникальном регионе. Баренцев евроарктический, или сокращенно Биар, является самым развитым регионом Арктики. А накопленный здесь опыт сотрудничества не имеет аналогов. Взаимодействие в Баренцевом регионе отличается уникальной степенью кооперации. Как на мисправительственном, так и на региональном уровнях. В результате 25 лет сотрудничества на севере Европы удалось создать стабильную зону доверия, открытого конструктивного диалога, который продолжается и сегодня. Биар стал своеобразным островком стабильности. На нем, вместе с Россией, соседствуют Норвегия, Финляндия и Швеция. И наши разговоры, и дискуссии, которые состоялись на прошлом форуме в Архангельске, они стали отправной точкой в новых проектах. Это здорово. С 2013 по 2015 годы Архангельская область выполняла почетную миссию регионального председательства в Баренцевом региональном совете. Заложенные в то время идеи продолжают воплощаться в жизнь. Одна из центральных тем – защита окружающей среды. В рамках климатической стратегии мы занимались снижением количества горячих точек в Архангельской области. И я могу сегодня всем с удовольствием сообщить, что из 10, 4 уже ликвидированы. Наверное, в том числе и наша работа в рамках совета привела к тому, что Архангельская область за 5 лет снизила объемы потребления мазута и угля при производстве тепла и электроэнергии в Архангельской области почти в 3 раза. Сегодня в Поморье активно идет переход на биотопливо, пилеты и отходы лесопереработки. Альтернативная энергетика – общий мировой тренд, который также поддерживают другие регионы Биар. Меняется и транспортная инфраструктура. В перспективе перевозки на таких маршрутах, как Архангельск, Мурманск, Тромсе, Петрозаводск, Оулу. Обеспечат логистику межрегиональная авиакомпания. Ее создадут в рамках соглашения, подписанного на форуме между Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Кстати, на Арктическом форуме было подписано соглашение на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Показали свои потенциалы, возможности крупные зарубежные компании и, что важно, те, кто работают в Архангельской области. Что не площадка саммита, то обязательно с нашим участием. Ключевым событием деловой программы форума стало пленарное заседание «Арктика. Океан возможностей». В своем выступлении президент России Владимир Путин сделал акцент на новой стратегии развития в полярных широтах. Продвижение природно-сгорягающей технологии во всех сферах, промышленности, на транспорте, на транспорте, именно на основе самых современных экологических стандартов мы сегодня реализуем наш проект «Аркти». Свой потенциал на арктическом форуме представило около 350 крупных компаний, среди которых и АГД «Даймондс». Генеральный директор Сергей Неручев принял участие в дискуссии на тему «Как повысить инвестиционную привлекательность добычи полезных ископаемых в Арктике». И ответ очевиден. Это повышение экономической эффективности работы и расширение горнорудного бизнеса, сохранение исторически сложившегося направления работ по геологоразведке. Чем и занимается с успехом АГД «Даймондс» – одна из старейших на европейском севере России компаний по поиску, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Приоритетное направление – внедрение современных и экологически чистых технологий и оборудования. В арктической зоне вполне возможны привлекательные инвестиционно-привлекательные проекты. Один из них – это есть АГД «Даймондс». И он будет развиваться. В первую очередь развиваться как горное предприятие. Это совершенствование технологии добычи. То, что уже было сделано в 2018 году – переход на добычу с помощью комбайнов. Это совершенствование, извлечение полезного компонента алмазов, внедрение новых видов сепараторов. Кстати, выставочный стенд АГД «Даймондс» на форуме посетили министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр энергетики Александр Новок. Обратили на него внимание и потенциальные партнеры. А значит, имя АГД по-прежнему узнаваемо и звучит по-новому на мировой арене. В Архангельск прибыл замминистра сельского хозяйства России, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Завтра он примет участие в научной конференции. Стран участвует в соглашении о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктике. Это своего рода эхо-арктического форума. На встрече с губернатором замминистра обсудил перспективы развития рыбной отрасли в Поморье, а также поставку ударов моря с Дальнего Востока по Севморпути с перевалкой в Архангельске. Мы видим, что возможность повысить вот такие отгрузки составляет порядка до 100 тысяч тонн перевозки. И я думаю, что, конечно, вот тот проект, который сейчас обсуждается, именно вовлечение архангельских компаний, это в основном, конечно, Архангельского траво-флота и группы компаний Архангельского траво-флота, безусловно, имеют большую перспективу. В регионе в марте был создан арктический рыбопромышленный кластер. Он объединит рыбодобывающие компании, судостроительные предприятия, научные и образовательные учреждения. О мерах поддержки кластера шла речь на встрече. Нам нужно создать регуляторную всю базу для того, чтобы все процессы, которые будут проходить внутри этого кластера, были ориентированы не просто на рыбодобычу, а вот на весь тот комплекс решений. Добыча, доставка на берег, правильная переработка, создание хорошей товарной продукции. Также Игорь Орлов и Илья Шестаков обсудили развитие рыбоводных хозяйств и действующих инвестиционных проектах. О возможностях рыбопромышленных предприятий в Архангельском регионе Илье Шестакову рассказали во время рабочей поездки. Он побывал в рыбном порту Тралового флота и на строящемся рыбоперерабатывающем заводе водорослевого комбината. Все подробности у Анны Рязановой. О собственной продукции руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову здесь не просто рассказывают, но и предлагают попробовать на вкус. Архангельскому Траловому флоту, который еще пять лет назад переживал не лучшие времена, сегодня похвастаться есть чем. За год на предприятии перерабатывают до 3,5 тысяч тонн рыбной продукции. Есть возможность увеличить объемы до 15 тысяч тонн. Это станет возможным, если на территории порта появится рыбоперерабатывающий завод. Сейчас вопрос в стадии разработки. Перспектива очень хорошая. И действительно, если у нас удастся совместно и с правительством Архангельской области, и федеральными властями наладить регулярные поставки по всей морпуте, это позволит, конечно, ассортимент рыбопродукции существенно увеличить. И мы привыкшие кушать атлантическую рыбу, еще будем есть и тихоокеанскую рыбу. Уже сейчас с объемом вылова по Северному бассейну действительно Архангельск занимает достаточно достойное место. Понятно, что Мурманск у нас в этой части пока впереди, но я думаю, что у Архангельска есть хороший потенциал для того, чтобы сравниться с Мурманском, стать на паритетных началах двумя лидерами Северного бассейна. На водорослевом комбинате строительства рыбоперерабатывающего завода завершится уже к концу апреля, а с мая в работу. Начать возведение объекта в прошлом году удалось благодаря инвестквоте на вылов рыбы – 2400 тонн. Одним из условий получения было и то, что на производстве будет перерабатываться не менее 70% улова. Годовая мощность производственная – 16800 тонн. Основная продукция – это филе и фарш из трески и пикши. Основной упор у нас будет сделан на внутренний рынок. Мы хотим сделать нашу продукцию доступной для горожан. Завод станет самым большим в Архангельске и одним из крупнейших на всем Северо-Западе. А плюс к этому в столице Поморья появится 90 новых рабочих мест. Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Регион 29. Далее немного рекламы, а после расскажем долги какого предприятия в скором времени будут погашены. Боулинг-центр Америка. Девять дорожек. Европейская кухня. Непринужденная атмосфера. Именинникам скидка на боулинг 20%. Заказ дорожек 695-37. Читайте в свежем номере «Правды Севера». Поверил другу детство. Кто виноват? Это «Мой билет в рай». История тренера-подвижника из Коряжмы. Звали на субботники праздник, вышли на митинг. Читайте «Правду Севера». Будьте в курсе событий. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. Почти 2 миллиарда рублей. Такие затраты готов взять на себя РВК-центр, новый гарантирующий поставщик водоснабжения в Архангельске. Об этих планах рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции. В этом году около 70 миллионов рублей потратят на различные проекты. Среди них реконструкция насосных станций, продолжение строительства кольцевого водопровода, а также возведение трубопровода от острова Краснофлотский на левый берег и подключение северного округа к центральным сетям. Тогда мы сможем уверенно говорить о качественном водоснабжении. И также это мероприятие позволит сократить, так скажем, потери при транспортировке и в целом повысить надежность системы водоснабжения этого района. Еще РВК-центр намерен погасить долги водоканала, а это 1 миллиард 200 миллионов рублей. Впервые на территории Российской Федерации консистенционер, который работает в сфере ЖКХ, взял на себя такие обязательства. Сейчас специалисты координируют работу с населением. В апреле в Архангельске откроются четыре дополнительных офиса РВК-центра. Квитанции за оплату вернутся к старому виду. Счита завода будут совмещены со счетами других гарантирующих поставщиков. А теперь в Северодвинске здесь началась регистрация на участие в акции «Бессмертный полк». Присоединиться к ней может каждый и выйти на парад памяти с фотографией своего родственника, участника Великой Отечественной войны. На сайте мойполк.ру можно зарегистрировать историю о своем ветеране. Здесь же во вкладке «Северодвинск» размещена информация о типографиях партнерах, которые изготовят транспарант. В этом году стоимость услуги составит около 600 рублей. Также работа велась по направлению подготовки волонтеров. Уже набрано практически 80 волонтеров и 20 у нас в резерве, скажем так, кто заявился, ребята. Сейчас в течение этого месяца будет подходить их подготовка, в том числе и разговоры с полицией, как себя вести правильно в тех или иных ситуациях, в оказании первой медицинской помощи. Ожидается, что на главную улицу Северодвинска с портретами родственников, участников войны выйдут около 11 тысяч человек. Информация о месте и времени сбора будет доступна на сайте полк29.ру или в группе ВКонтакте «Бессмертный полк Северодвинск». Заслуженный врач России, почетный гражданин Архангельска Яков Насонов награжден орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Торжественное вручение состоится в Москве в конце апреля, но именитый хирург уже принимает первое поздравление. Это теплая встреча давних друзей. И повод особенно приятный. Глава Архангельска сообщает, что именитый хирург Первой городской больницы Яков Насонов получает награду за заслуги перед Отечеством Третьей степени. Спасибо вам огромное. Во-первых, за руки. Мало у вас, потому что это золото. Так учили меня в детстве говорить золотые руки. А во-вторых, за сердце. А в-третьих, голова и рассудок. Яков Александрович начинал свой трудовой путь в Онеге. А в 1972 году перешел в первую городскую больницу Архангельска. Здесь и остался. Одним из первых овладел эндоскопическим оборудованием. Развил кардиологическую службу. Внедрив метод трансплантации почки. Был инициатором реконструкции оперблока больницы. Сам признается, предложения о работе из других городов поступали не раз. Но мечты покинуть Север и Архангельск никогда не было. Идеологам быть это одно, а осуществлять это все совершенно другое. А чтобы осуществить, нужна команда. И мне в жизни повезло, что со мной всегда была хорошая команда, с которой мы вот все это дело подняли в первой городской больнице. Заведующий операционным блоком, сегодня он имеет в подчинении 40 человек и проводит сотню операций в год. Свою награду за вклад в развитие российской медицины и многолетнюю добросовестную работу Яков Александрович получит в торжественной обстановке в Москве в Министерстве здравоохранения России. Церемония назначена на 24 апреля. Наталья Пулина, Денис Линчевский, Регион 29. Европейская весна продолжается. Завтра архангельский зритель вновь увидит второй спектакль фестиваля. Это будет постановка Санкт-Петербургского театра Дикапуа «Жизнь за царя». Работа рассказывает об исполнительном комитете партии «Народная воля» и основана на письмах, речах на суде и мемуарах народовольцев. Компания актеров усаживается за круглый стол под абажуром около рождественской елки. Персонажи, члены революционной организации, возвращают к жизни тексты более чем в вековой давности. Критики же отмечают сверхактуальность постановки. Всегда сложно найти грань между отношениями власти и общества. Общества разного, в том числе и состоящего из радикально настроенных молодых людей, которые рвутся к какому-то общественному делу. И при этом, если не давать им этого движения, то все превращается в достаточно печальные варианты. Спектакль «Жизнь за царя», обладатель премии «Прорыв», «Золотой софит» и «Золотая маска» в Амурской столице покажут постановку на сцене Архангельского молодежного театра. В свет вышел новый выпуск еженедельника «Правда Севера» и вот о чем можно почитать на его страницах. На обложке газеты Леонид Казанцев, тренер-подвижник из Коряжмы. За многие годы своей работой он подготовил полторы сотни спортсменов, многие из которых достигли серьезных успехов. Историю о тренере от Бога читайте в рубрике «Твои люди Север». Серия статей посвящена Международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге. В одной из них рассказано, как прошла презентация Арктической библиотеки и где она будет находиться после форума. Самым резонансным в свежем выпуске газеты, пожалуй, станет материал главного редактора Светланы Лоченко. Читайте ее репортаж с несанкционированного митинга, прошедшего в Архангельске 7 апреля. Очевидно, сердца читателей тронет проникновенная история о многодетной семье, живущей на окраине Архангельска, которая оказалась разделенной целой страной. Все подробности на 10-й и 11-й полосах «Правды Севера». Напоследок, впечатления воспитанников детской художественной школы Архангельска от поездки на родину Федора Абрамова, а также репортаж о выставке «День рыбы», организованной Дмитрием Трубиным. И, как обычно, на страницах издания самая подробная телепрограмма и много другой интересной и полезной информации. Хочется пересмотреть материалы этого выпуска? Тогда заходите в нашу группу ВКонтакте, они уже там, адрес на экране. Всего доброго и оставайтесь с телеканалом «Регион-29». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова